Господи, Иисусе, Христесе, Боже, помилуй нас! Это тот редкий случай, когда в три часа ночи на главном проспекте столицы Урала столь многолюдно. Около 45 тысяч паломников идут крестным ходом в память о гибели последнего российского императора Николая II, его семьи и приближенных. 106 лет назад по темным пустынным улицам Екатеринбурга ехал грузовик, который тайно вывозил расстрелянную царскую семью. Спустя век здесь все изменилось. Десятки тысяч верующих идут по тому же самому пути, чтобы отдать дань памяти последнему российскому императору. Маршрут крестного хода символически повторяет последний путь Романовых. От дома Ипатьево, где их расстреляли, до Ганиной ямы, где в шахту сбросили тела. Паломникам предстоит пройти 21 километр. Мы сюда пришли с удовольствием, и пока идем, и слава Богу. Это все небесные силы дают, чтобы идти, радоваться и еще любить окружение все, и в основном числе. С ребенком первый раз. Как оно идет? Прекрасно. Радно, что мы все вместе, и вы с нами. Перед крестным ходом верующие собрались на площади у храма на крови на ночное богослужение. После службы вице-губернатор Свердловской области Олег Чемизов передал митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению драгоценную реликвию. Святыню доставили из Италии и передали в дар верующим уральские меценаты. По просьбе меценатов нашего города, жителей Свердловской области, позвольте вручить вам святыню в прогрессах и Святой Благородицы, чтобы Свердловская область находилась под укромом этой реликвии и хранила нас. Традиционно царские дни проходят при поддержке фонда Святой Екатерины. Приехал на Урал и потомок Николая I, говорил Дорошин. Он также принял участие в крестном ходе. Это пример каждого мужчины, каждого человека, каждой семьи, которым мы должны придерживаться, пример о верности, о любви и то страдание, которое они пережили ради нас, ради Родины. Мне кажется, что этот крестный ход ничем не похож, не сравним и никак, поэтому каждый должен в силах это сделать. В царскую обитель на Ганиной яме паломники приходят на рассвете. Многие не в силах стоять на ногах. Для верующих это в первую очередь духовный опыт. Мы впервые вообще, поэтому для нас это было преодоление прежде всего себя, молитва, стремление увидеть, потому что мы сюда шли не зная куда. По завершении крестного хода в монастыре прошел молебен. Это масса людей, которые пришли, отложили свои дела, отложили свою работу. Кто-то там переработал, чтобы получить выходной. И прошли этим путем, чтобы вот эту массу и благодарности, и нужд принести Богу. Очень легко прошел крестный ход. Хотя физически трудно, но очень легко на сердце. Царские дни на Среднем Урале продолжаются. Уже завтра в Алапаевске пройдет освящение храма Александра Невского. Его построили по образцу, утраченной в XIX веке святыни. Проект реализован уральскими меценатами, учредителями фонда Святой Екатерины при содействии Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества.